Здравствуйте! Итак, какие же важнейшие события повлияли на развитие нашего города и сделали его таким, какой он есть в настоящее время? Ну, первое, конечно, это постройка первой Омской крепости. Это понятно. Собственно говоря, первая высадка отряда Ивана Дмитриевича Бухольца и все, что за этим связано. Но именно как город, все-таки наибольшее значение в XVIII веке имело событие уже при Екатерине Великой, когда генерал Шприндер Иван Иванович, который был назначен командиром всех укрепленных линий Российской империи за Уралом, он построил вторую Омскую крепость. Она была крупнейшим оборонительным сооружением за Уралом. И, мало того, из Ямышевской крепости он переместил центр управления и горькой линией, и иртышской линией оборонительной в Омск. И это послужило в том числе и главным основанием того, что в 1782 году Екатерина Великая дала Омской крепости статус города. Вот отсюда уже начинается Омск как город. То есть крупнейший центр на юге Западной Сибири, военный, политический, торговый. Далее, следующий, XIX век. Западносибирским генерал-губернатором, первым генерал-губернатором, был назначен Петр Михайлович Копцевич, герой Отечественной войны 12-го года. И он, приехав в Сибирь, практически сразу же перенес центр генерал-губернаторства из Тобольска в Омск. Он построил первую шуконную фабрику, он преобразовал частный Омский-Кадетский корпус в государственный. Он, значит, многие вещи сделал для развития землепашества вокруг, в Прииртышье и даже в Казахской степи. И, естественно, готовил все, как говорится, начинания для того, чтобы Россия пошла на юг. И вот это событие, да, и вот эта деятельность Копцевича, она предопределила весь 19-й век и начало 20-го. Следующее событие – это, конечно, создание Западно-Симбирского отдела Императорского русского географического общества в 1877 году. И практически все исследования географические, археологические, этнографические и так далее, они начинались в Западно-Симбирском отделе. При нем был создан первый музей, который сейчас является краеведческим музеем областным. При нем была создана библиотека огромная, при нем была создана метеостанция. Впоследствии члены русского географического общества сделали очень много для развития края и в целом исследования Западной Симбири, Центральной Азии и так далее. И, кроме того, именно в Западно-Симбирском отделе Омск впервые вышел на мировую арену. Потому что Михаил Васильевич Певцов, крупнейший исследователь Центральной Азии, он является величиной мировой среди исследователей, путешественников, первооткрывателей огромного центрально-азиатского материка, скажем так. Ну и, конечно, дальнейшее, что предопределило развитие в 20 веке, это все-таки строительство Транссибирской магистрали, которая прошла через Омск. И уже, как бы, производная от этого, естественно, развитие промышленности и первая выставка сельскохозяйственная, лесная и торговая в 1911 году. Ну и, конечно, без железной дороги, без Транссиба не могла быть возможна эвакуация более ста предприятий в период начала Великой Отечественной войны. Вот, на мой взгляд, вот эти вот события, они предопределили и, собственно, нарисовали лицо нашего города и в промышленном, и в культурном, и в научном, и общественном плане. С вами был председатель Омского регионального отделения Русского географического общества Игорь Алексеевич Вяткин. Русского географического общества Игорь Алексеевич Вяткин. Продолжение следует...